Давайте Илюху сейчас посмотрим Илюху моя девушка угадывает цены скинов из ксго я кстати тоже не знаю цены скинов из ксго потому что я не играю в кску Привет меня зовут Илья Иксайл и сейчас вы увидите небольшое издевательство над моей девушкой я попросил ее поугадывать цены на скины в ксго Бедная Каролина Большинство раз курсу что это такое но для тех кто не в теме я объясню есть такая стрелялка которая называется Counter Strike в этой игре как ни странно есть оружие автоматы пулеметы снайперские винтовки ножи и так далее и на каждое из этих типов оружий есть раскраски определенные так называемые скины и эти раскраски то бишь пиксели стоят денег иногда очень больших и поэтому я попросил свою девушку поугадывать цены на эти так называемые скины Она человек абсолютно далекий от этих тем поэтому мне кажется то что это будет очень интересно почему я говорю будет я же уже смонтировал это видео я знаю что это будет реально смешно и прежде чем мы начнем я попрошу вас подписаться на мой канал я буду очень рад если каждый кто посмотрит это видео подпишется на мой канал обязательно проверяйте кнопку красную делать ее серого цвета потому что статистика порой печально 50 процентов смотрят это видео без подписки все друзья приятного просмотра мы начинаем это моя девушка каролина знаком здесь те кто не был знаком всем привет те кто были знаком вот каролина вообще ни хрена не знает про скины вообще ничего я вообще не понимаю где мы находимся будет быть она даже не знает как компьютер работает твоя задача я буду показывать и картинки скинов ты будешь смотреть на скины тебе нужно сказать стоимость опирается только на внешний вид данного оружия так для начала уточним что такое скины тебе нужно будет сначала назвать примерную стоимость потом я поставлю тебя в рамке ты уже дашь вторую стоимость раскраска на оружие м41 с скоростной зверь ты можешь я специально сделать покрутить скин посмотреть там перед зад где раскраска на оружие именно не сама оружие ну да а кто это раскрашу тогда 5 рублей 5 рублей так ладно мне надо сказать сколько это стоит вот на вот это непонятное оружие это м41 нет это не выглядит дешево не понимаешь что это вообще что это контр-саде есть оружие вот дефолтное оружие выглядит просто черное больно его но можно купить вот эту раскраску сколько вот стоит эта раскраска так это раскраска стоит я я пишу сейчас в рублях в долларах приводить сложно я русский чин я предположила честно клянусь 7000 ровно примерно принимаешь можно отличить и по нормальную вещь от колхоза так это я опять раскраску да я смотрю сколько стоит это раскраска это м41 что это значит я на самом деле подбирал так то что все скины и довольно известны самые популярные скины все их вы знаете это как-то зависит от типа оружия серии если маленькое оружие то это может быть меньше если большая допустим понимаешь можно отличить типа нормальная вещь от колхоза то есть ты считаешь то что предыдущая стоит дороже чем это что дракон зверь какой-то ну вот я не понимаю что это за счет этого я не как бы но я не знаю как это делаешь но тем не менее она стоит 245 тысяч рублей суть в том то что в контр-страйке есть оружие различных качеств то что мы смотрим это качество прямо завода то есть самое такое красивое на самом деле это такая кринжовая ситуация вообще в принципе со скинами вот знаете для людей реально ну не шаричек за это все которым в принципе плевать там какая раскраска на оружие какой скин типа вот так вот родителям объяснять ведь это даже не не объяснишь человеку как вообще реально раскраска на оружие может столько стоит это это так это так странно вообще что было это придумано это вообще прям в голове тупо не укладывается типа если вот так вот просто рассуждать объективно вообще об этом это же просто охренеть качество там закаленное в боях это то есть раскраска практически стёрта это это советов называется оружие дробовик выглядит как будто школьник рисовал мне кажется автор раскраски сейчас немножко никого не хочу обидеть пожалуйста ну как думаешь сколько такое стоит это меня расстреляет с этого оружия сколько вот это стоит ну честно я не знаю как и все остальное блин я никого не хочу обидеть пожалуйста сто двести рублей оружие стоит от одного миллиона от одного до тридцати рублей я еще его и как это сказать ты что деньги exactamente превознесла вообще от одного до тридцати рублей да так от одного до 30 рублей да все верно то есть от одного до тридцати рублей ну да то есть от одного до 30 рублей от одного до 30 да стать ну стоят 18 рублей ну я почти угадала следующее оружие с irox мгм давай сразу прям с ходу как думаешь сколько это стоит Брен Это оружие стоит от 1000 до 3000 рублей. Тебе не нравится это оружие? Нет, это слишком просто. Тут даже никаких узоров нет. Оно стоит 1200. Царик стоит 1200 рублей. Ты бы отдала 1200 рублей за... Нет. Понятно. Смотри, здесь конкретно нарисовано качество после полевых испытаний. Вот видишь, они потёрты. Но тебе нужно будет назвать цену, как будто они новые. Ну, почти полтора рубля. Просто 1,5 рубля. Капец. Мило ещё можно отдать. Следующий у нас МК. А кто-то ещё это делает? Ну смотри, это просто наклейка, на неё не обращай внимания. Она полностью красная. Нет, я не могу, я не могу. Вот это я не могу. Вот это вот на? Вот эта наклейка. Ну да. Серьёзно? Мы к ней ещё вернёмся, к этой наклейке. Её можно наклеить на любое оружие. Как думаешь, сколько вот такая вот полностью красная? Вот это вот поюзанная или вот это? Ну, допустим, полностью, говорю, красная. Я обращаю внимания. Полностью красная? Полностью красная. Сколько думаешь это стоит? Это стоит 11 тысяч рублей. Чё? Вот за эту наклейку уже можно скинуть 10 тысяч рублей 95... Ой, 10 тысяч... 954... 955 рублей. Вот честно. Вот моя цена. 5 рублей я даю. 5 рублей. За то, чтобы просто тебе оружие в красный цвет покрасить, то же дизайна никакого нет. Это уже что-то поинтереснее. Она мне напоминает, если честно, какой-то пароход или корабль. Возможно, это один из самых популярных кино в «Контр-Страйке». Это ВП Азимов, названный в честь знаменитого ученого. 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 Айзека Азимова. Ну, честно, вот это уже как бы... Вот это уже интереснее, чем просто красный цвет покрасить. Ну, сколько? Ну, там... Ну, оно стоит от 1000 до 10 тысяч рублей. Ну, почти. Абубай Азимов после полевых испытаний стоит 5100 рублей. Смотри, вот это первый нож. Сегодня в нашей компиляции М9 нож, байонет, Crimson Web. И, что важно заметить, статтрек. Статтрек, это означает то, что каждый раз, когда ты убиваешь того или иного человека, тебе пишется, ну, счетчик убийств. Поняла? Прикольно. Как думаешь, сколько вот этот нож стоит? Вот это? Вот это может дорого стоить. Ну, учитывая, что тут еще пишется счетчик... Самый дешевый нож, по-моему, стоит 4000 рублей. Сколько стоит такой? Я тебе так скажу, чтобы ты сразу поняла, в чем здесь проблема. Если бы этот нож не был Статтрек... Кто? Статтрек, это счетчик твоих убийств. Статтрек, этот нож, М9, байонет, Crimson Web, стоит миллион рублей. Что, реально кто-то покупает за миллион рублей? У Федора Смолова есть такой нож. Вы знаете, кто это? Он реально покупает за миллион рублей в игрушке? Да. Нож? Ну, у него есть. Ну, это жесть, реально. Это реально жесть, охренеть просто. Сейчас люди просто сейчас, наверное, охренели то, что пиксели в игре могут стоить таких огромных денег. Ужас. Ужас. Тратишь миллион рублей на... Тачку купить можно? Я понимаю, если он тебе там достався в подарок или там, ну, как, типа, приз какой-то, но... Бля... Да миллион рублей можно на другие вещи потратить. Давай, следующее. Это P2000 Obsidian. Как думаешь, сколько такое? Не знаю, блядь, миллион рублей? Для меня это чисто пестик. Также мне не важно, там, P2000, там, Obsidian, там... Какая у тебя там тачка, блядь, квартиры, срачки. Там, седан, кроссоверы... О, господи, это лучший монтаж. Я не могу видео Ильи, это просто произведение искусства, реально. Ильи, с Каролиной, это вообще... Можно бесконечно смотреть. Яхты, всё, мне похуй, там, хоть Бентли. Ну, короче, вы поняли. 2000 рублей. Вот 2000, там написано. Ну, почти он стоит 200 рублей. Смотри, вот этот нож, он, он у меня есть. Окей, ну, значит, он стоит не миллион рублей, это уже радует. Не понял. А что, я бы тебя убила? Вот эти... Опа, таблеточка в студию, ребят, таблеточка. Небольшая пауза, так. Небольшая пауза. Понедельник. Понедельник. Готово? Этим же ножом! Суждаем насилие. Сколько он такой стоит? Так, сколько он такой стоит? Ну... Самый дешёвый нож, по-моему, стоит 4000 рублей. Самый дешёвый нож, по-моему, стоит 4000 рублей. Ну, почти 350 тысяч рублей он стоит. Ты чё, блядь, издеваешься? Ты чё, реально купил этот нож? Заработал. Так, а я так и писала. Вот, вот, вот. Сколько? Вот, вот, пожалуйста, я так и писала. Я не понимаю, зачем покупать за такие деньги, блин, какую-то не... Эфемерную вещь, которую ты даже не можешь потрогать. Как думаешь, сколько это стоит? Два рубля. Ну, почти один рубль. Ну, это самое простейшее, я не знаю, это думать не надо. Это, блин, Ctrl-C, Ctrl-V. Ой, или что-то там. Ну, когда копировать ставить, ты, типа, берёшь этот, милитари. Это дегл пламя. Опять же, не обращая внимания на наклейку, представь просто то, что он без наклейки. Там будет скин, где нужно будет обратить внимание на наклейки. Вот это, ну, допустим, 6 тысяч. Ну да, он когда-то стоил 6 тысяч. Года два назад он стоил 6 тысяч. Но скины вырастают в цене, и сейчас он стоит 27 тысяч рублей. О-о-о-о. Так, а почему они вырастают в цене? Это зависит как-то от нефти? От нефти зависит? Да, совершенно верно, это всё зависит от нефти, вы угадали. Следующее у нас оружие называется МП-7, перистое облако. Как думаешь, сколько это стоит? Мне кажется, что это может дорого стоить. Ну, напиши. Я не знаю, Каролин, как ты это делаешь, но ты каким-то чудом угадываешь цены. Женская интуиция, ты сам сказал? Да, он стоит 57 рублей. Серьёзно? Илья, серьёзно? Да, 57 рублей. Блин, ну чё вы, чё вы... Следующее тоже очень популярный скин. Да блин, да... Зачем писать? Совершенно верно, он стоит 61 тысячу. Какой-то простейший дизайн, как он может стоить 61 тысячу? Скажите мне, пожалуйста, ребят. Кто-нибудь покупал вот этот вот? Он у меня тоже есть. Пожалуйста, скажите мне, что досталось просто так. Следующий скин. Драгон лор. А ничего на что-то написано? Блядь. Он стоит 10 тысяч долларов. Здесь, здесь стоит обращать внимание на наклейки. А, ага. А, как думаешь, сколько стоит вот эта снайперская винтовка? Ну, допустим, допустим, допустим. Ну, допустим. Ну, вот я не знаю, вообще не знаю. 190 тысяч рублей? Да. Этот скин стоит полторы тысячи рублей. Но! Но можно скрафтить и получить вот там вот какой-то там вот этот. И, короче, там потом вот этот будет классный, который все мечтают. Нет, все гораздо проще. Из-за своих наклейок, которые нарисованы вот это, iBuyPower, это АВП стоит 387 тысяч рублей. Само, само АВП без наклейок стоит полторы тысячи рублей. Без наклейок, но с наклейками 387 тысяч рублей. Из-за того, что у этих наклейок есть своя история, своя раритетность и редкость, это АВП стоит очень дорого. Это наклейка, которую можно наклеить на любое оружие и просто, ну и все. И потом ты не можешь ее отклеить. Как думаешь, сколько наклейка это может стоить? Да, 52 рубля она стоит. Эээ... Ну, вообще 28 тысяч. 28 тысяч? Да. Что-то у вас какие-то неправильные приоритеты расставленные. Это пулемет. Мьёльник. Угу. Слушай, ну это уже серьезно выглядит. Это вот как Dragon Lore выглядит. Ну, сколько это стоит? По мне тысяч. Тысяч может быть вот столько. Сколько? 700. Стоит 10 рублей. Блин, вы что, издеваетесь? Вот эта колхозная наклейка стоит 28 тысяч, а вот этот вот классный там, Мёльнер или что-то там, стоит... Сколько ты сказал? 44 тысячи рублей. 44? Да. А что ты мне до этого сказал? 44 тысячи я тебе сказал. Ты мне не то сказал. Ха-ха-ха. Капец, я тебя затравил. Зачем ты меня обманываешь? В общем, на это сегодня все. Спасибо тебе, что поучаствовала в данном эксперименте. Я надеюсь, тебя прикололо. Кроме спасибо, что посмотрела. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Блин, просто офигенный ролик. Это просто лучший ролик. Просто класс. Её очень понравилось. Стою как вам. Стою как вам.